Девушки отдыхают Меня слышно хорошо сейчас? Ну видно Нет, слышно, слышно Слышно, слышно, да А ну слава Богу У меня есть несколько вопросов Немного вопросов Таких вот Могу прочитать вам Давайте Вот в бытие написано В шестой главе С первого стиха Вот начинаю читать Когда люди начали умножаться на земле И родились у них дочери Тогда сыны Божии Увидели дочерей человеческих Что они красивы И брали их себе в жены Какую кто избрал Ну вот я хотел бы Чтобы вы прокомментировали Вот это Кто это такие сыны Божии Это потомки Сима А жениться стали На потомках Хама Хам Сима и Афет Которые Вот с ними речь идет Это люди, которые Не верующие И на них стали жениться Так это не ангелы Божии Конечно нет Как они бесплотные ангелы Могли соединяться с людьми Смешно даже Я что-то думал Что это как это Не надо Эти вопросы поднимали Там книга Еноха Всякие апокрифы Никак Это люди Которые относились К тому племени Которая погибла В водах Вот они не остались А от Сима Которые те остались И так и верующие Так и называются Сыны Божии Когда власть Быть чадами Божьими Чады это и дети 1.12. Евангелие Теана Хорошо, что я вам Задал этот вопрос А я вот почему-то думал Что Вот эти сыны Божии Они как Я думал это как бы Ангелы Вот эти сыны Божии Которые Хорошо А тогда почему У Йова написано Что сыны Божии Собирались вокруг Бога И среди них Был и сатана Это получается Что Оно Прочитайте Прочитайте там Как написано Это у Йова? Да, у Йова Сейчас Я вот не помню Какая глава Точно Начните с первой Был день Был день Когда пришли Сыны Божии Предстать Пред Господа Между ними Пришел и сатана Предстать Пред Господа Это Это книга Йова Вторая глава Первый стих Да Правильно Ну и вопрос А в чем Тогда Что-то у меня Такая мысль Была Что Где-то там На небесах Как бы Не на земле Пришли Сыны Божии И там И сатана Между ними Был Да Получается Вот я так Подумал И думал Что вот Сыны Божии Это и есть Ангелы Которые Они оставили Жилище свое И Увидели Дочерей Человеческих И как бы На них Начали Жениться Вот А почему Ко мне Такая мысль Пришла Именно Ко мне Этот вопрос Заинтересовал А вы Православный? Ну Я хочу Быть им Так вот Когда будете Православными Эти вопросы У вас Отойдут Дело в том Что мы Находимся Дома Православные А вы Неизвестно Где в степи Бредете Дома Это церковь А в церкви Все растолковано Вот в этом Вся разница Мы дома Находимся Вот у Баптиста Там где Ну там Другие Там протестанты Называются В Америке Питер Гилквист Книга такая Возвращение Домой И там 2000 человек Сразу присоединились К православию Называется Возвращение Домой У нас были Которые Баптисты Приходили У меня ощущение Крещение Принимают В православии Как будто Я где-то ходил Не знаю Где Ездил Далек А сейчас Вернулся Домой Церковь Это Родина Наша Которая указывает На Родину На небо А секты Все Они вернули Появились 1500 лет Спустя Откуда Они взялись Христос Их не основывал Я с вами Согласен Полностью Я хочу Объяснить Почему Меня Именно Вот этот Вопрос Как бы Почему Я именно К этому Вопросу Подошел А подошел Я вот В интернете Смотрел Про эти Египетские Пирамиды И у меня Вопрос Возник Сколько Люди Стараются Объяснить Происхождение Пирамид Но Никто Не может А я Так сижу И думаю Думаю Что Сто процентов Это не человек Строил И Как бы Начало Размышлять Думаю Если Это Строил Их не человек Так Кто же Их Тогда Построил И Сразу Как бы У меня Как бы Картина Начала Передо мной Вот Думаю Вот эти Сыны Божии Думаю Они Ну это я так Рассуждал Как бы Не говорю Что это так Когда они Женились На дочерях Этих Человеческих У них Наверное Технологии Вот как бы Ихние технологии Божественные Намного Были выше Чем Человеческие И Каждый Строил Как бы Этот Ангел Строил себе Как бы Жилище Такое Вот Допустим Один Там Египет Другой Там Мачу Пикчу Третий Там Остров Пасхи Там Идолов Начало Этих Строить Как бы Вот эти Технологии Даже Люди Говорят Что они Как бы Похожи Друг на Друга А Когда Уже Потоп Пришел Они Оставили Эти Человеческие Тела И Присоединились Уже К сатане Эти Демоны А люди Погибли И вот Эти все Как бы Вот эти Все места Мачу Пикчу Египетские Пирамиды Это все Осталось Бог Как бы Оставил Засвидетельствовать Что Вот Это Было Что Это Было На земле Что Вот смотрите Как они Все Воздвигали Но Это все Чертно Как бы Остались Памятники Эти Мы Это Увидели Что Вот Это Все Осталось Как бы Вот Я Как бы Вот Это Думал О Этим Размышлял Может Я Ошибаюсь Ну Как бы Вот Так Вот Может Вы Объясните Просто Может Как бы Вот Вы Объясните Что Это Такое На основании Библии Конечно Можно Это Объяснить Или Нет Тут Объяснять Нечего Тут Все На поверхности Пожалуйста Скажите Расскажите Объясните Вы знаете Когда У человека Трудие Большая Допустим Он в заключении Где-то А если Еще И приговорен К смерти То он Вопросов Никаких Не задает У него Только один Вопрос Как Отсюда Выйти Вы В это Верите Что Люди Смертные 100% Да О чем нам думать Говорить Если мы верим Что мы Находимся Все Под заключением Все Приговорены К смерти Водами Все Умирают Зачем Мне пирамиды Зачем Остров Пасхи Где там Пасхи Я согласен Зачем А теперь Оказывается Что Поднять Такое Специальная Технология Была Обыкновенные Бобы Бобы Размачивали И они Поднимали Тяжести Две с половиной Тысячи тонн Понимаете Дерево Разбухшее Дальше Там Рабов Когда считают Даже на Железной Дороге Когда проводили Меньше На Баме Было Людей Чем там Люди Больше Ничем Не заняты Были Так что Никаких Вопросов Никто Никогда Не задавал Про Египет Написано Какая-то Страна Куда Бежали Евреи Иосиф Где был Продан В рабство Нам Этого Вполне Достаточно Так Нигде Не сказано Зачем Зачем Вот Есть Такой Фильм Сейчас Давнешний Уже Шерлок Холмс Конан Дойля И вот Он Говорит Ты это Знаешь А он Исследует Дедуктивным Методом Он Говорит А зачем Мне это Знать Мне это Не надо Мне нужно Знать Как поймать Преступника Чтоб Люди Могли Жить Свободно Нам Нужно Узнать Как Победить Дьявола Избавить Нас От Лукавого А вот Это Сатана Подкидывает А давай Узнавай Где-то Ничего Нет Предположения Да хотя Бы точно Зачем Мне Это Там Все Давно Разграблено Люди Были У них Высокий Уровень Какой Высокий Это Был Они Не знали Даже Пути Спасения Река Ра Там Всякие Разные Божества Какие же Они Умные Когда Писание Говорит Знания Твои Мудрости Твои Сбили Тебя С путей Сбили А если Весь Мир Приобретешь Душе Повредишь Какой Выкуп Даш Голова Как Земной Шар А Сердце Как Песчиночка Надо Наоборот Нужно Знать То Что Нужно Мне Для Спасения Я Перед Обращением Занимался Очень Много Перед Этим Я Занимался На Семи Языках Читал Там Все Но Когда Я обратился К Богу В 23 Года Я понял Мне Это Не Надо Я Все Связал И Подпол Бросил Мне Нужна Святая Библия Слово Твое Светильник Ноге Моей И Свет Стизе Моей Я Положил Для Это Все Что У Меня Было Найдя Жемчужину Где Он Продает Все И Покупает Поле То Я Эту Притчу Узнал Я Знаю Разные Предположения Какие Варианты А Мне Это Еще Даст Мне Это Не Надо Мне Нужно Одно Примириться Со Христом И Жить Бежать На Это Поплище Не Просто Я Верующий А Идти Свидетельствуя Людям И Приводя Их К Христу Идите По Всему Миру Я Это Взял Для Себя Как Эпиграф Идите Не Сидите Не Стоите Как В Монастырях У Нас Светильник Слово Божие И Господь Говорит Евангелие Теяна 12 48 Я Говорит Не Сужу Вас Слово Которое Я Говорил Оно Будет Судить И Когда Я Это Понял В 62 Году Еще Все Остальное У меня Сразу Отошло Как Будто Никогда Не Было Я Тут же Подал Заявление Из Бореходного Училища Ушел Уже После Армии Мне Это Не Поможет Мне Не Нужно Знать Законы Движения На Дорогах В Китае Мне Нужно Знать Свои Где Я Езжу Это Означает Как К людям Найти Подход Как Им Точно Показать По Писанию Путь Во Христе Он Говорит Я Есть Путь Истинный Жизнь И Поэтому Все Остальное Сразу Отошло И Уже 55 Лет Я К Не Возвращаюсь Хотя Все Время Смотрю Там Ролики Какие События Выборы Где-то Но Ответ Дам Только По Священному Писанию Потому Что Оно Целиком Вошло В меня Я Вам Советую Расстаться С этими Мыслями Никогда Не Возвращаться Это Ничего Не Дает Мы Приговоренные Дело В том Дело В том Что Я Смотрел Ваш Ролик Один Там Где Вы О Перевал Дятлова На Основании Библии Мне Так Понравилось Где Все Рассказали Жития Святых Приводите Пример И Все Я Такого Объяснения В интернете Про Этот Перевал Все Топчутся На одном Месте Топчутся Топчутся Там Какие-то Кастрюльки С пульками Уже Там Короче Такой Бред Уже А Вы Именно На Основании Библии Вы Говорите Все Рассказывайте Прямо Ну Лучше Не поддашь Но Все Четко Да И вот Я Уже Так Сижу И думаю Может Про Эти Пирамиды Тоже Смогли Как-то Объяснить Там Туда Не Я Понимаю Что Мы Душу Свою Спасать Это Все Понятно Но Мир Мир Вот Вы Когда Вот Этот Ролик Выставили Рассказали На основании Библии Вообще Я В жизни Так Это Ну Так Вот Объясняете Ну Как Лучше Не подашь Что Действительно Там Этот Злой Дух Дьявол Сатана Дьявол Они Как Пионеры Пошли Доказать Не Пионеры Комсомольцы Они Хотели Доказать Что Вот Мы Проверим Что Там Никого Нет Что Там А Им Люди Местные Манси Вот Они Им Сказали Что Туда Нельзя Ходить Подниматься На эту Гору Вот Но Нет Мы Пойдем И Докажем Один Человек Их Было Десять Он Отошел А Почему Чтобы Он Нашего Времени Дожил Нашего Времени И Рассказал Им Это Что Вот Эти Люди Они Пошли Комсомольцы Видите Один Человек Все Таки Остался Вот Один Если Было Было Бы КГБ Там Как Они Говорят Их Расстреляли КГБ Что Не Дураки Они Взяли Все Трупы Так Спрятали Что Весной Никто Там Не Нашел Палили Сожгли Если Охотники Тоже Самое Они Сделали Они Все Следы Убрали А Так Мы Видим Трупы Лежат Одного Глаза Глаз Нет У Другого Язык Оторвал Это Что Это Видно Что Это Не Чистая Сила Это Все Делало Тут Уже Ясно Это Все Это Только Глупый Может Не Понять Вот Тут Вы Прямо В точку Попали Видите Когда Они Объясняют Они Не Берут Ввиду И Вообще Не Объясняют Рядом В селении Манси Там Который Колдун У них В эту Ночь Он Бесновался До утра И кричал То есть Бесы Тревожили Вот Теперь Летающие Какие Предметы Не Просто Сверху Падали Не Летали Это Шары Это Демоны Являются Вот Это НЛО Второе Удары Были У них Нанесены Смертельно Не снаружи Даже Пятна Нету Изнутри Ломано Было Кто-то Изнутри Внутри Их Было Ломал Все Теперь Они Вначале Даже Палатку Не могли Определить Как Изнутри Она Разрезанная Изнутри То есть Ужас Такой Был Что они Босиком Бежали На верную Смерть Это явное Дело Что Нельзя Они Думали Доказать А мы Опровергнем Это Они Ничего Не могли Опровергнуть Демоны Есть А Говорят А почему Сейчас Приезжают И там Не убивают Они Приезжают Сейчас Иконки Везде Вешают На деревьях Показывают Где Приходят Кресят Там Молебен Служат Вот Почему А почему Тогда Этих Холдунов Там Манси Не трогают Они Ему Жертву Приносят Свои Люди Тут Все Объяснено Абсолютно Все И вот Длыкова Агафья Которая Там На базе Ей показали Показанные Фотографии Она смотрит На них Лица Какие Черные А они Все Мертвые Она Ничего Не знает Она Сразу Поняла Они Мертвые Они Мертвы Были Намного Раньше Когда Это Явление Было Им И Все Когда Ужас Охватил Они Не понимают Что Делали Бежали Они Внутрь Вошли И войдут Внутрь И бывает То Хуже Первого И они Изнутри Ломали Человека А это Объяснить Никакого Никто Не Объясняет А вот Это Ракеты Да Разве Пошли На Девять Человек Комсомолок Расстрелять За что А там Ничего И не Видели То есть Такие Глупости Гонят Почему Я Это Все Получаю На Молитве Я Встал Сразу Помолился И Сразу Дал Ответ Это Не Мое Открытие Тут Ни Одного Вопроса Который Понятие Что Напали Бесы Без Внимания Не Оставлено Особенно Летающие Шары Особенно В Это Время Видели Были Которые Там Другие Экспедиции Погибали Почему Ответ Один Это Место Их Обитание В Воздухе И Определенное Место И той Местностью Никто Не Проходил Они Нападали На Иисуса Христа И Убивали Загрызали Они Эти люди Которые Против Говорят Они Ничего Не Понимают Ни Дедуктивным Методом Никаким Просто Лишеные Смысла Мое Там Ничего Нет Я Знаю Что Это Есть И Где Предстали Сыны Божьи Ангелы Святые Ангелы Между ними Предстали Сатана Так что Ничего Не Надо Удивлять Ни Одного Верующего Не Было Всех Комсомольцы Весь Ответ Богу Слава Да Сохрани Стос Господь От Лукавого Молитва Такая Вот Да Вот Я Ролик Ну Тоже У вас Много Роликов Больше Десяти Тысяч Роликов Тоже Попасть На Такой Ролик Вот Описение Про Диакова Я Тоже Не Сразу Попал Это Мне Надо Было Месяц Сидеть В Ваших Роликов Чтоб Этот Ролик Найти Только Вот И Он Мне Чисто Попал И Я Два Раза Просмотрел Ну Такое Объяснение На основании Жития Святых Как Конан Этими Духами Ну Этими Бесами Руководил Даже Они Ему Огород Пололи Там Но Они Боялись Его Он Бог Дал Ему Сил Бог Дал Сил Конан Чтобы Он Управлял Даже Этими Бесами И Они Жили В Определенном Месте И Мы Видим Видим Что Видите Как Жития Святых Вот Так Это Все Что На Любой Вопрос Можно Ответить На Основание Жития Святых Вот Как Бы И Вы Сразу Раз Раз И Показали Это Все Все Понятно Мне Лично Все Понятно Я Два Раза Просмотрел Этот Ролик Мне Стало Все Понятно Я Уже К Этому Вопросу Вообще Не Возвращаюсь Я Только Могу Как Б Рассказать Уже Другим Которым Непонятно А Так Мне Все Понятно Уже Все Так Еще Что У Да Да Нет Это Собачка Это Собачка Лилу Кстати Такой Хрип Какой То Идет Вот Сейчас Прекратилось А то Журчало Такое Это Она Бегает И Злится Ну Ладно Я Слушаю Говорите Да Как Ваша Это Кошечка Нормально Выздоровела 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 Думали Что Клещевой Там Завел Завел Она Где-то Бегала И играла И Видимо Сильно Головой Ударила С котенок 7 месяцев Ну И мы Уколы Вчера Последний Укол Сделали И все Пришла Ветеринар Помогла И все Нормально Мы молились Об этом Господь Выпорол Ее дети Любят Это Кошечка Это элемент Воспитание У меня там Голубятни в деревне Мы выезжаем Когда Летом Она очень нужна А тем более Голуби где Так там Всегда Зерно Семечки И там Мыши А отравлять Никак нельзя А кошка Это Биологически Чистый Источник Я вот Еще Хотел Вас Что Спросить Вот Человек Когда Только Выходит На правильную Веру Ну К истине Ближе Подходит Вот Есть такое У жития Святых Что Сразу Какие-то Болячки К этому Человеку Пристают Начинать Что-то Такое Как Ну Как Сказать Вот Даже Вот Сатана Он Может Эту Болячку Какую-то Человеку Чтобы Как Б Ему Нагрузку Какую-то Дать У нас Ни одного Случа Ни одного Случа Не было Что Домашние Встают Это Домашние Там Они против Это Так Домашние Враги А так Нет А так Нет Вот Я с вами Вот Я с вами Как только Вот Поверил Это В Православие Все Вот Я понял Да И у меня Сразу Раз На ноге Там Выскочило Это Как Я Даже Сам Не знаю Что Это Так Я Целую Неделю В больнице Лежал Вот Может Никаким Образом Не связано С этим Событие Такое Человек Начинает Думать А ты Перехрести Помашь Елеем В церкви Есть И все На этом Я К врачам Не обращаюсь Да Если бы Было бы Только У меня Допустим Я бы Как бы На это Внимание Не обратил А так Сразу У одного Сына Моего И у второго На одной И той же Если Это так Сатану Это Очень задевает Это Очень задевает А когда Человек Не верующий Сатане Служит У меня Ничего Не было А как Уверовал На меня Говорят И на работе Гонения От жены От матери Это Все Прошло И у меня И у Моего Сына И у Того Как Все Мы в разных Местах Живем Понимаете Если бы Мы в одном Доме Жили От меня Перешло А так Мы в разных Местах Живем Понимаете И у всех На одной Ноге И в одном Месте Вот Типа Как Аклергия Такая Вот Как На коже Такая Как Прыщики И вот Зуд Такой Вот И Я думал Это просто Аллергия А потом Смотрю Куда сюда Больше Больше Короче Начало Я в больницу В воскресенье Приехал Меня сразу Положили В начале Уколы Антибиотиками Короче Неделю У меня У меня Кололи Это самое И Две Недели Мазю Короче Вот Недавно Только У меня Прошло Это почти Месяц Вот это У меня Был Мы не можем Сказать Чему Мы должны Только Благодарить Написано За все Благодарите Бога Если Господь Тебя Любит То Он Ставит Какие Препятствия Вот Иова Смотрите Как Сатана Покрыл Проказы А потом А потом Ни разу Не подошел Он Засиял На целое Тысячелетие Вперед Да Я Наоборот Даже Радуюсь Что Я Понял Сразу Что Вот Оно Сразу Понимаете В чем Вопрос Многие Люди Даже Может И И Испугались О Все Я Наверное Не на правильном Пути Меня Бог Наказывает Или Еще Что Понимаете Я Это Понял Сразу У У Сына Сын Говорит Папа Я Только С больницы Приезжаю Папа У меня Тоже На Ноге Я Слушай Поехали К этому Врачу Приезжаем К этому Врачу Его Колоть Не Надо Просто Мазать У Него Только Началось Звоню Тому Да У У Тоже Папа Был Но Прошло Как Это Понять И Главное У всех На Ноге Вообще Я Непонятно Или Оно Пошло Как То От Меня Детям Как То Энергетика Я Не Знаю Странное Такое Ну Слава Богу Все Прошло Все Прошло Все Хорошо Ну Вопрос Еще Какой Ну В принципе У меня Вопрос К Еще Такое Есть Корень Солод Я Смотрел Ваш Ролик Где Вы Собирали Корень Солод К У меня Корня Солод Игнатий Тихонович На Огороде Я Не Знаю Как С Ним Бороться Но Я Не Знал Что Он Такой Полезный Я Вот Смотрел Ваш Ролик Я Рассмотрел Этот Корень Братья Собирают Там Это Моют Его Режут Пучки А Что Вы С Ним Делать Оно Расскажите Сушивает Вот Такие Как Фаланга Пальза Разрезает И все И в чай В кипяток Ложи его Сладкий Такой чай Потом Раза Второй раз Заливаешь Маленько Растеребил Ее Пока Совсем Сахар Не И И Оно Употребляется Везде Абсолютно Куда Хочешь Это Тибетская Китайская Медицина Использует Его Более Трех Тысяч Лет Оно Такое Успокаивающее Действие Имеет Ага Но его Можно Как пить Употреблять Каждый День Каждый День Сколько Тебе Угодно Столько И делай Оно Никак Не Влияет Ни На Что Понял Просто Завариваешь Как Богородскую Травку Чебрец Или Там Богульник Бывает Листья Какие Свои Я Вот Чисто На Ваш Ролик Как Тоже Попал Чисто Случайно Как Бульдозер Толкает А вы Этот корень Раз О Сколько А я Неужели Это Оно Что У меня Посмотрел Оно Один Один В один Тоже Сладкий Все А у меня В огороде Только Спрашивал Там Картошку Или Кукурузу Только Спрашивал Оно Через Два Три Дня Уже Вот Такое Оно Быстро Растет Этот Сладкий Корень Это Сверху Растет Быстро А внизу Растет Медленно Да Он Веточки Степель Растет Быстро Да Вот Так я У кого У кого Нет на огороде Так он Два Три Раза Полит Ну у нас Говорят Прошует А у вас Прополка Идет По вашим А у нас Прошелка А вы Где живете Ну я Живу В Приднестровье Ааа В Приднестровье Это Город Тирасполь Это Это раньше Мы В Молдове Это же Молдавия Это Молдавия Да Это Молдавия Но Приднестровье Отделилось От Молдовы Да Вот Я как бы Нахожусь В Приднестровье А Тирасполь Далеко от вас Ну 65 километров Там в библиотеке Все мои 38 книг Там В библиотеке Я подарил В Кишиневе Все мои книги 38 томов Так а вы же говорили Только Новый Завет Оказывается У меня вышло Из печати Моих книг 38 томов Аа Так это Получается Все 38 книг Там в библиотеке А я подумал Только Новый Завет Толкования 38 Открытым оком Называется Каждый том 752 страницы 30 томов Понятно Отдельный том Я разбираю Мусульманство Коран 18 том Отдельный Еврейский путь За 3600 лет Три тома Посвящается Все исторические данные Библейские Житийные Книги Эти просто Аналогов не имеют Ну вот я буду В Террасполе Потому что я вот В Террасполе Не был уже Вот еще до Нового Года Как ездил Все Ну После Нового Года Считай Вот я после Того разговора Что я с вами Разговаривал Я заболел Я лежал целую неделю В больнице Потом выписался Ролики ваши Так соскучился По вам В больнице Лежал Там же ничего нет Ни телевизора Ни интернета Ничего Я так соскучился Я домой приехал опять К вам начал заходить Смотреть Ой Это вообще Да в каждый день Я только вас смотрю Я в каждый Вчера целый день Позавчера Только ваши ролики Смотрю Смотрю Скайп Как вы там разговариваете Меня интересует Интересует В интернете Вот в основном Только ваш сайт Больше ничто У нас очень богатые ресурсы На форуме 1600 тем На моем мире 21 тысяча наших фотографий Здесь 10 тысяч 50 роликов Это понятно Что это огромная библиотека Благодарю Бога Игнатий Тихонович Что Бог Ну я вам рассказывал Через сон этот Вы мне приснились Вот Вы мне приснились Я говорю как есть А не обманывают Вот Может многие люди Там Аааа Типа Сказку рассказывает Никто Никто мне не приснился Я вам говорю как есть Вот Я в тот раз вам говорил Вот пред Богом Вы мне приснились Вот И Через два дня Буквально я вышел на ваш ролик Первый ролик был Я сейчас могу историю посмотреть У меня же история сохранена Первый ролик Где вы сидите там В Потеряевке В лагере И Кушаете за столом Крестьянский Там ролик назывался По-моему Если я не ошибаюсь Как хорошо жить в деревне Ну Что-то типа этого И вот вы сидите И вы там показываете Кто-то там Из братьев Какой-то осел Грызет Какой-то кусочек Кости Кто-то ел Вы там рыбу Показываете Стол богатый Такой там Салат И все вот это вот И вот это Мне Именно Как хорошо жить в деревне Вот Вот это вот Меня Потом раз Опа Ничего себе Так это же этот человек Который мне приснился Ну Игнатий Тихонович Я вам говорю Ну Лицо Копия И у вас светлое Знаете Вот как луна Вот я сейчас вам скажу Какое лицо у вас было Вот луна Светится Она не ярко светится А просто Светлое Да Ночью Вот у вас такое Лицо было Вот Лунное Вот Светлое такое Вот Не то что там оно Как белое такое А вот именно вот Как Я говорю Я не знаю Наверное все таки Вот вы молитесь Я уже так думаю Вы наверное молитесь За тех людей Которые Хотят познать истину И Бог И Бог Как направить Ага Вот вы Вот Дух Наверное Ваш Или Душа Или что Она Ночью Видать Приходит к этим людям И побуждает Я вот Так это Расцениваю И я через два дня Выхожу на ваш ролик Вы представляете Я в шоке Ну как это может быть Я уже сколько роликов Просматриваю Такой ситуации Я не встречал Чтобы Кто-то вам так Рассказывал Чтобы приснилось Именно вот так Уже рассказывали Один 50-ник Из Америки Да Я копчу Хлеонти Он точно так же Он такой холм Да Один тут недавно А тот который Ролики сказал Убрать Да Там другой сон Там совсем другой То То что он говорит Тут уже ясно Что это не от Бога Это уже понятно Тут даже Я когда просмотрел Этот ролик Я сразу понял Что Вас хотят Закрыть Закрыть вас хотят Парализовать Вот Это совсем другое Вот Это совсем другое Тут даже И про это Говорить не надо Все равно Придет время Вам еще кто-то Позвонит Вот увидите Что Именно Я не знаю Что Неужели я такой один Ну один пишет Где-то там В Чечне Или где Я говорит Лег спать Говорит А вы подошли мне Как Пнули меня ногой Говорит Что спишь Вставай на молитву Я говорю Встал на молитву Я его пнул ногой А он меня не знал Это Господь делает так Да Вот Ну Конечно Это Божья работа Это Божья работа Конечно Тут Своего еще нету Каждого человека По-своему Я вас Я говорю Для меня Теперь вы Как Ну как сказать Вот как апостол Павел Да Вот ходил язычникам Проповедовал Вот я считаю Что вы Являетесь Проповедник Здесь у нас В России В нашей местности Где вы Вот Рассказываете Я и других Смотрел Но не то Не то Не так Да Они рассказывают Там Жития святых Объясняют Все туда-сюда Но не то Не то Не так Это У вас Ярче Сразу ответ Вопрос Объяснение Все по-другому Как-то Я благодарю Бога Что вот Все-таки Господь Через вас Нас учит Вот я благодарю Господа Иисуса Христа Отца Сына И Святого Духа Что Ой Дай Бог Вы еще Игнатий Тихонович С нами были Очень долго И нам Рассказывали Я благодарю вас Так Какой еще вопрос Сейчас я посмотрю Что тут еще Такое у меня есть А Вот еще За сон Я хотел Спросить У меня такое Как Ну Я думаю Почему Игнатий Тихонович Мало спит Потом Он как бы Вот Прикинул Что если Мы спим 8 часов Игнатий Тихонович Спит 3-4 часа Это получается 4 часа Он бодрствует Это же получается Что мы когда спим Мы не чувствуем Этой жизни Что мы вот Движемся Мы спим Как парализованный Раз проснулись 8 часов Пролетело Даже не заметил И взять эти 4 часа Умножить На 365 дней Это получается Сколько получается Уже Полгода почти Ну как Не полгода Ну Пускай там 5 месяцев 4 месяца А за За свою жизнь Это получается Вы еще 10 лет Себе прибавили Жизни Потому что Вы их не спали Правильно Так получается Потому что Господь говорит Возлюбите Меня Бога Всем умом Всей крепостью Всей душой Всем разумением Слово Всем Четыре раза Повторяется Я в свое время Забунтовал Что на Сон уходит Третья часть А уже Из литературы Я знал Вот Ну допустим Леонардо да Винчи Спал не больше Трех часов Не больше Трех Допустим Три с половиной Часа Костик Елизаров Вот Кости лещет Который профессор Я так Смотрел Как Ну я Стал уменьшать Помаленьку Я не Не так Бросился Я не буду спать Нет Потому что Я работаю Все время На физической работе А ночью Самое такое Время для сна В это время Я что-то Делаю Такое Или переплетом Занимаюсь Книг Мне государственные Организации Привозят Переплести Это за деньги Тоже Магитофон Включен У меня Насчитана Библия Моим голосом Златоуз Жития Добротолюбие 50 книг Я слушаю И по метке Себе делаю Составляю Симфонию На них А одновременно Работаю И наконец У меня доходит Два с половиной Часа Дальше Дальше Уже Я не потянул И понял Это все Предел Дальше Который Мне идти нельзя А почему Вставать 4.40 Не знаю Я потом Только встретил У матери Марии Терезы У ней В 4.40 Потом Недавно Еще нахожу И тоже В 4.40 Не в 4 И не в 5 Я не стал Это внутренний Мой Позыв Был так А там дети Которые Говорите Было Это дети Каина Каиниты Дети Которые ушли Под землю Вот они На их дочерях Женились А те Сифовы дети Были Сифовы Избранное Племя От него Ной От него Уже Мы идем Сыны Божьи Входили Дочерям Человеческим Надо Все время Столковалась Святая Православная Церковь Это вот Дайте Тихонович Там кто-то Стучится Мне Я пойду Открою Давайте Ничего страшного Ничего Нету Страшного Все Я вас Слушаю Я уже Все Объяснил Вы вопрос Теперь у вас Что-то Еще Посмотрите Тут Уже Все Понятно Объяснено Ну Я Это Про Сыну Божьих Я уже Понял Что Эти Сына 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 Тихоновичем Познакомься Это Короче Той Терьер Собачка Той Терьер Маленькая Вот такая Вот Она уже Подросла Ей уже Четвертый Месяц Пошел А у нас Отец Спас овечек И всегда Держали Волкодавов Потому что Оно для дела Нужно было О Он один С двумя волками Боролся Один Да Я тоже Люблю Этих Как они Называются Волкодавы Алабай Алабай Средняя Алабай Это там На юге Они Они Вот они Для овечек Как раз Батюшки А у нас Главное Это Кавказские Овчарки Так Кавказ Кавказская Овчарка И Алабай Они Вот именно Пастухи Но Алабай Лучше Говорят Алабай Лучше Он А я Сейчас Я Я Когда Работал На Лагере Ну как Я Не охранял Этих Осужденных А я У меня Работа Заключала Я Собака Я Старший Инструктор Был Собаками Главный Вот Вы Поняли Меня Понял Собаки Собаки Которые Там Охранялись Они Как бы У меня В моем Распоряжении Находились Я За них Отвечал За Кормление За Все Я Отвечаю Вот И Вот У меня Были Алабай Собаки Они Вот Целый День Лежат Спят Короче Кажется Что Они Такие Ленивые С С С С С Он Ничего Не А он Лежит Он Где-то Лиса Какая-то Или Кто-то Что-то Он Вот Он Лежит Но Он Все Видит И Все Слышит Только Где-то Что-то Он Сразу Скакивает Он Сразу Реагирует Очень Собака Такая Короче Как Было Шел Солдат С собакой На проверку Вокруг А у Меня Там Один Был Алабай Наргит Белый Такой Здоровый Он Короче Этого Кобеля Решил Убить А там Такая Маленькая Щель Была Между Пасынок Был И Идет Стена И Там Щель Вот Как Он Пролез Через Ущелье Я Не Знаю Солдат Бросил Кобеля И Убегать Назад Увидел Что Этот Алабай Вылазит А Тот Собака Он Как Стоял На Месте Он Упал На Спину И С места Не Двинулся Тот Только Подбежал Хрусть Хрусть Только Кости Хрустели А Я С Питомника Эту Картину Наблюдаю Потому Что Я Смотрел Как Мой Подчиненный Идет На Проверку Потому Что Я За Это Тоже Отвечаю Как Бо Я Наблюдаю И Мне Показалось Что Он Солдат Этого Что Кости Короче А Потом Я вижу Тот Бежит Солдат Я Слава Тебе Господь Думаю Все Хана Посадят Меня Я Сразу Испугался Потому Что Думал Все И Он Его Раз Убил Того Собаку А Тот Собака Даже С места Не Сдвинулся Получается Телепатия Такая У этого Кобеля Была Все Ты Мой Я Тебя Сейчас Убил Короче Он Ту Собаку Загрыз И Опять Перепугался Ну Короче Так Собак Там Вопрос Какие Еще Посмотрите Так Какие Вопросы Ну Это Я Задал Так Это Задал Крещение Ивана А Вот Еще Деяние 19 11 Деяние Апостолов 19 11 Где Платком Апостола Павла Исцелялись Вот Ну Я Уже Это Тоже Понял Я Сразу Записал Этот Вопрос Я Уже В Принципе Понял Что Даже Платком И Поясом Апостола Павла Люди Исцелялись Кто Прикасался Такая Сила Была Такая Сила Ну Я Уже Это Понял У меня Был Этот Вопрос Я Записал А Потом Я Уже На Основание Ваших Роликов Я Просмотрел Все Я Уже Понял Почему Потому что Это Это Сила Божья Так же Икона Икона Она Тоже Может Силу Такую Уметь Ну Как бы Я Так Это Понимаю Все Правильно Вы Понимаете Ну Вот так Ну Ничего Нет Прощаться Будем Ну Игнатий Не хочу С вами Прощаться Хотел Бы Еще Поговорить Ну Понятно Что У вас Время У вас Время Да Ограничено Ничего Говорите Что у вас Есть Я буду Слушать Это Удобнее Передавайте Всем Привет Вот Самое Главное Братьям Передавайте Привет Сестрам Вы Для Меня Как Родные Я Вам Говорю Вы Для Меня Как Родные Вот Я Вас Уже По Роликам Так Изучил Так Вас Вы Для Меня Как Родные Уже Не Чужие Для Меня Вот В Чем Дело Я Вас Полюбил Все И С Вашими Недостатками И С Вашими Достатками Вы Для Меня Все Родные Вот Что Я Хотел Вам Сказать Ну Игнатий Тихонович Вопросы Видите Как Вопросы Есть Да Но Они Разрешились Уже У меня Вот Я Записал Смотрю Дальше Ролики Уже Этот Вопрос В сторону Как Записываю Ну Такие Вопросы Может Потом Еще Я Просто Я По Скайпу Как Вышел Сегодня Смотрю Вы Мне Там Написали Я Уже Думаю Выйду К Вам Поговорю Ну Ладно Благодарю Бога За Нашу Беседу Я Хотел Конечно С Вами Помолиться Вместе Сейчас Расстанемся Расстанемся И Помолиться Можно Будет Меня Заинтересовало Ваше Слово Говорите Со Всеми Недостатками Мне Важно Знать Мои Недостатки Давайте Высказывайте Да Это Не За Вас Я Сказал Конкретно Это Не К Вам Относится Игнатий Тихонов Мне Надо Исправляться А Я Не Узнал А Вы Тот Человек Который Заметили Во Мне Недостатки Нет 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 Игнатий Тихонович Я Просто Говорю Братья 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 Много Братья Какого Брата Может Есть Какой Недостаток Я Вас Все Равно Люблю Все С Достатками И С Недостатками Вы Поймите Это Не К Вам Относится Видите Это Вот Когда Показывают Они Допустим Сидят Под Часами А У Них Не Меняется Все Время Одни Часы А Мы Показываем Все Как Мы На Работе На Обеде Купаемся Строим Пруды Беседуем Работа На Тракторе Едем Куда У Нас Все Не Пропускаются Я Вожу С Голубями Приехали Люди Как Встречаю Как Провожаю Мы Открыты Полностью И Поэтому Вы Увидели Самое Главное Мы Ничего Не Скрываем Не Вырезаем Не Склеиваем Вот Как Поговорили С Вами Через Десять Дней Примерно Восемь Будет Стоять В интернете Я Ничего Не Умел Во-первых Делать Во-вторых Я Не Сторонник Шлифовать Это Игнатий Тихоныч Понимаете Я Вот Если Я С Вами Сидел Не По Скайпу Я С Вами Целый День Говорил У У Меня Столько Всего Хотел Бы С Вами Понимаете Это Скайп Есть Такие Вещи Что Люди Сами Увидят Ролики Там Посмотрят Вот Мне Понравилось К Вам Пришел Брат Сестра Муж Женой И Со Своей Тещей Мне Это Так Понравилось Как Вы Их Наставляли Как Вы Там Рассуждали Вот Какое У вас Терпение Ко Всему Что Вы Можете Это Все Объяснить Мне Так Это Понравилось Это В Барнауле По Моему В Барнауле Не в Потеряльке Это Все Происходит А Сестричка Это Которая Бывшая Работала В Милиции По Моему Где По Моему В Милиции Она Работала Раньше Ну Да Вот Такая Сестра Вот Мне Что Понравилось Она Как Сказать Вот Она Сидит И Молчит Она Слушай Она Никогда Не Перебивает Вот Что В Неб Нравится Качество Этого Конечно Взять Взять Конечно Немножко Ему Надо Больше Читать Больше Читать Надо Ну Как Сказать Может Литературы Я Не Знаю Как Так Можно Жить В Одной Семье И Вот Это Чтобы Происходило Среди Неверующих Даже Такого Нет А Если Ты Верующий Семья Верующая Вообще Это Надо Не То Что Избегать Это Надо Чтобы Сразу Удалять А Тут Месяцами Это Все И Они К Вам Приходят И Вы Все Им Это Все Рассказываете И Все Это Успокаивается Все Это Находите Как Бы Компромиссы Вот Эти Вот Внуки Маленький Ребенок Я В шоке Ну Как Я Не В шоке Но Я Смотрю Какая Мудрость У Вас Знаете Тихон Вы Так Это Все Знаете С Кого Начать Я Уверен Что Вы К Этому Не Подготавливались Нет Нет Никогда Не Видите Какая Мудрость Вот Такой Такого Учителя И Прийти К нему И все Это Разрешить В течение Часа Это Вообще Я Я Поражен Вообще Молодцы Это дело Божье Понимаете Когда Богу Доверяешься Вот Меня Спрашивают Как Поступить Я Не могу Ответить Говорю Я Не знаю Вы Позвонили В такое Время Давайте Вместе Станем На Молитву И Бывает Я Ем Говорю Помолимся И Бывает Так Что Пройдет Месяц Второй Молимся Ответа Нет И Ответ Тогда Придет Ответ Из Слова Божия И Проходят Годы И Человек Это Для Меня Был Единственный Ответ Единственный Потому Что Не Я Это Делаю Я Прошу Благодати Божией Меня Сильно Давят Со Всех Сторон Недруги А Мне Это Все На Пользу Меня Господь Благодарим Бога Если Вы Совсем Согласны Скажете Обязательно В конце Аминь Боже Милостив Будь Мне Грешному Создав Имя Господи Помилуй Меня Бесчислав Согрешил Господи Прости Меня Грешного И Помилуй Любящий Отец Наш Небесный Мы Предстали Перед Твоим Величием Воздать Тебе Хвалу За Милость Твою Что Даровал Нам Жизнь И Жизнь С Избытком Не Только Для Тела Но И Для Души Слава Тебе За Голговскую Жертву За Кровь Пролитую На Голговском Кресте Хвала Тебе Господи За Великое Твое Долго Терпение Прошу Тебя Господи Прости Мои Согрешения Тайные Явные Услыши Наши Молитвы О наших Нуждах И Все Устрой Ко Благу Нашему Коснись Сердца Противящихся Истины И Их Благослови Отгони От них Духа Лжи Потревожь Сердца Дабы В судный День Это Не Вменилось Им В Великий Грех И Падение Господи Дай Доброго Правителя Стране Нашей Ты Выбери Его Но Не Мы И Научи Нас И За Это Славить Тебя Ты Даешь Нам Испытания По Мере Наших Сил Хвала Тебе Услыши Наши Наших Родных Молитвы Чтобы И Они Познали Тебя Обратились Тебе И Посвятили Жизнь Свою Прославление Твоего Святого Имени Благослови Правителей В Израиле Россию Украине Сирии Молдавии Чтобы Во Всем Доверились Тебе И Сохрани Их От Покушения Даруй Духовное Рождение Патриархам Епископам Священникам И Пастве И Водительство Духом Твоим Святым Тебе Божья Хвала Тебе Слава Тебе Честь И Поклонение Отец Сын И Святой Дух Аминь Аминь Расходимся Во славу Божию Отключайте Меня Теперь Если Ничего Больше Нет Спасибо Игнатий Тихонович Большое Спасибо С Богом С Богом Передайте Привет Братьям Сестрам Пожалуйста Хорошо Во славу Божию Боже